Итак, это гигантский обзор рынка на предстоящую неделю с 29 мая по 2 июня 2023 года. В данном видеоролике мы с вами рассмотрим капитально российский рынок акций, товарно-сырьевые рынки, нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, криптовалютный рынок, биткоин, эфириум, американский рынок, а также макроэкономические события, которые будут влиять на ход торгов в рамках предстоящей недели. Знаете, господа, изначально я бы хотел вас поздравить с тем, что мы прожили еще один год от лета до лета. Небольшое примечание. Наступает реально летний период, и, соответственно, я вам всем, господа, вот опять же, на доброй душевной основе, откровенно, по-михалически, рекомендую этим летом отдохнуть. Да, господа, отдохнуть почему? Потому что работа работой, рынки рынками, но отдых важнее всего, потому что много событий произошло за последние полтора года, начиная с 24 февраля. Соответственно, мы видели с вами лютый обвал рынка, лютую волатильность, мы на этом и бабки с вами заработали, что-то даже потеряли, что-то потом перезаработали, даже больше, чем это было ранее. И сейчас вновь на наших среднесрочных идеях, типа ВТБ, ВК, Лроса, Яндекса, там, Сургут, Нефтегаза, Газпрома и ряда других бумаг, мы тоже с вами деньги на этом поднимаем. Там, валютный рынок тоже деньги мы с вами подняли, золото в том числе. Поэтому, господа, все-таки вам я рекомендую сделать небольшую паузу и скушайте твикс. По-другому не скажу. Я тоже хочу, признаюсь честно, передохнуть этим летом, ну, опять же, не прямо в целом летом, а хотя бы где-нибудь, может быть, в июле, может быть, в августе. Немножко хотелось бы, конечно, проехаться по Кавказу, посмотреть эти величественные горы, Кавказский хребет, познакомиться с новыми культурами, которые пока для меня еще, все еще, признаюсь честно, далеки от моего понимания. Изучить нашу Отечество, нашу великую Родину досконально, что я сейчас тоже стараюсь по возможности делать, изучая тильные регионы, посещая их в том числе. Ну, а в летний период грех этим и не заняться. В общем, господа, вы мой посыл поняли, поэтому поберегите себя, на самом деле, поберегите себя. Вот. И, соответственно, отдых тоже, господа, необходим. А перед началом данного видеоролика я бы вам хотел презентовать телеграм-канал Profit. Profit Every Day. Сейчас мир находится в глобальном экономическом мировом кризисе, и все прекрасно понимают, к чему это идет. Чем отличается любой кризис в первую очередь? Конечно же, возможностями. Поэтому я вам в этой видеоролике презентую данный телеграм-канал Profit Every Day. И стратегия администратора данного телеграм-канала следующая. Он просто-напросто берет и зарабатывает в рамках любого кризиса. Спокойно время он копит маневровый кэш, а потом его расчехляет, ровно счетом, как и мы, нательные идеи в рынке, какие имеются. Во время наступления глобальных кризисов этот маневровый кэш он расчехляет и скупает самые качественные активы за небольшую стоимость. Таким образом он прожил уже 4 кризиса и заработал на них. Тем самым ссылка на данный телеграм-канал будет в описании по данным видеороликам. Ну а мы с вами продолжаем. Господа, на нашем телеграм-канале Биржевик Акции, где 61 700 подписчиков, я сегодня опубликовал очень важный макроэкономический пост, касательно происходящего в Америке, касательно государственного долга и повышения потолка по этому госдогу в том числе. Ссылка на данный телеграм-канал имеется в описании под каждым видеороликом. У нас он в первом пункте телеграм-канала, пункта телеграм-канала про рынок акций. Настоятельно рекомендую подписаться. Так вот, республиканцы договорились с Белым Домом о предотвращении дефолта в США. И они сообщают, что стороны пришли к соглашению, и в принципе, которое достойно общего медианного значения с американским народом. Смотрите, в чем суть. Суть в следующем. Суть в том, что они все равно договорятся о повышении планки госдога. И отвечая на вопрос, почему сейчас растет индекс доллара, господа, а потому что участники рынка не верят в то, что американцы между собой не договорятся по повышению потолка госдога. И, соответственно, они, эти спекулянты, делают ставку на бакс, то есть на индекс доллара, который сейчас растет. Но, когда они госдог поднимут планочку, там, пусть будет 35-37 триллионов долларов в потолок новый на несколько лет ближайшие, ну, пару лет, скажем так, то участники рынка будут уже снова делать ставку на то, что в рамках этого повышения государственного долга ФРС вынужденно пойдет на смягчение денежных кредитополитики. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что когда долговая масса растет, то, соответственно, обслуживание долга становится гипердорогим. Вы представьте себе, обслуживать там 40 триллионов долларов, округлим, да, ну, после будущего повышения потолка госдога при ключевой ставке в 5%. Это невозможно, это нереально, это, мягко говоря, невообразимо. И, соответственно, участники рынка будут заставлять ФРС путем снижения индекса доллара, на который ФРС, в принципе, смотрит, как всегда, менять устои денежных кредитополитики. И я еще расскажу, господа, чем будет выше государственный долг США, тем сильнее ключевую ставку будет прессовать. И в один момент времени, подчеркиваю, в один момент времени, мы увидим даже ключевую ставку в ФРС в минусовом, то есть в отрицательном значении, потому что, когда будет уже пик этого, скажем так, роста долговой массы, они вынуждены будут уже не на нулевом диапазоне держать ставку, нет, а на минусовом, как это было в рядах стран Европы буквально летом 6-7 назад. Это путь США на самом деле, просто макроэкономичный путь США, почему? Потому что они долговую массу восполняют, это большая проблема, потому что путем повышения госдолга они не решают тем самым проблемой, они пытаются отсрочить эту проблему. Но чем все кончится рано или поздно? Тем, что инфляционное давление будет расти на факторе обвала индекса доллара, и, соответственно, денежно-кредитная политика при росте долговой массы, она будет в дальнейшем ослабевать, ослабевать, то есть ставку будет ниже, 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 ниже спускать. И когда я повторюсь, долговая масса будет уже в районе 40 триллионов долларов, то повышение ключевой ставки выше 2%, уже выше 2%, я подчеркиваю, оно будет проблематичным. А представьте, что будет перед долгой там в 45 триллионов баксов, это уже минусовая ставка. Минусовая. Это либо ноль, либо минус. Одно из двух. Но скорее минус будет, чем ноль. И впоследствии, подчеркиваю это, у нас будет, повторюсь, падение индекса бакса, попозже я вам еще раз эти цели покажу, и, соответственно, рост на сырьевые товары. А почему? Потому что, еще раз повторюсь, всему западному сообществу выгодна инфляция. Кто бы как что вам не говорил, как бы вам не говорили, что они борются с инфляцией, им нужна эта инфляция. Они ее вожделеют, жажут, они готовы с ней сношаться день и ночь с этой инфляцией. Вы это обязаны понимать, почему? Потому что вы делаете денежную ставку, я делаю денежную ставку. На что мы с вами делаем денежную ставку? На инфляцию. На рост цен сырьевых товаров в дальнейшем и рост цен акций Российской Федерации. Почему? Потому что прирост на сырье, на сырье ряд сырьевых товаров, кто будет в профите? Мы, Российская Федерация. Экономический и контурно, макроэкономический. И, соответственно, прибыль этих компаний сырьевых, они будут фиксировать гигантскую. И, как следствие, выплаты дивидендов довольно щедрых. И, соответственно, восстановление капитализации компаний. А потом уже в России будет и вторая волна приватизации. Это неизбежно. Подчеркиваю, это неизбежно. И, соответственно, доробление бизнесов. А это, блин, появление новых компаний, рост капитализации старых компаний и т.д. и т.п. Прочее в этом духе. Все. Все, господа, просто. Все, господа, понятно. Но это, опять же, я немножко забегаю далеко наперед. Но если мы смотрим про среднесрочный тренд, то еще раз повторюсь. После повышения ключевой ставки я ожидаю снижения индекса доллара. Потому что, опять, вновь будет изливаться по данной логике рынка ожидание самого рынка по дальнейшему снижению ключевой ставки. То есть, это тот самый биржевой механизм, который все еще активно все еще действует. Поэтому, господа, рекомендую вам его тотально учитывать в рамках ваших трейдов. Перехожу дальше. Далее я бы хотел озвучить пару мыслей касательно моих среднесрочных лонгов по акциям ВТБ и ВК. Начнем, пожалуй, с того, что полные позиции по ВТБ я с нашей уважаемой редакцией, с нашими уважаемыми подписчиками в платном телеграм-канале нашем и в бесплатных ресурсах я закрыл. Было зафиксировано 23% прибыли по акциям банка ВТБ на лонгах. Ну и, соответственно, вот это обоснование моего трейда, почему я так иначе ВТБ закрыл, потому что торгуется при формации клин. А вот, собственно, был и данный публичный трейд от 20 апреля, о том, где я говорил, что ВТБ вырастет к уровню медианной полосы больше 0.023.440, дефис 0.025 рублей на акцию. Ну, в принципе, просто показать показали, деньги заработали. Мы с вами в этом плане красавчики, молодцы. И, внимание, господа, стоит ли вновь входить в лонг ВТБ? Нет, не стоит. Еще раз повторюсь. Цена торгуется при формации клин. И с формации клин, я полагаю, выход будет вниз. Почему? Потому что сейчас ВТБ будет обсуждать более детально дивидендную политику. Я не думаю, что они дивиденды выплатят. Я в этом сильно сомневаюсь. И, как следствие, рынок загонял цену ВТБ при данной формации вверх. И обратите внимание, что канал-то сужается здесь. Это уже все сжатая пружина. Вряд ли она выстрелит вверх. Она будет, вероятнее, выстрелить именно вниз. Подчеркиваю это. И, как следствие, дивидендов я не ожидаю. Вряд ли Дива выплатит банк ВТБ. Вряд ли он пойдет на такой шаг. Потому что в совете дивидендов в ВТБ не сидят такие, как Грев. Там не технократы, там баблометы, баблощеты. И, соответственно, пока эти баблощеты сидят в банке ВТБ, а не бабки читают свои, то делиться с акционерами они не будут. А им это невыгодно. Поэтому, повторюсь еще раз. Мы с вами на ВТБ заработали среднесрочно. 23-27% срубили в совокупности. Молодцы, красавчики. С прибылью поздравляю. Вот тоже отзывы я. Очень хорошие, приятные получают наши аудитории. Вот ВК ВТБ. 17% кто-то заработал. 14% ПВК. Вот другие тоже позиции. Тоже наша уважаемая аудитория заработала на платном телеграм-канале, на бесплатном каналах. В общем, все отлично, все шикарно. Поэтому, господа, с прибылью вас всех поздравляю. Все молодцы. С другой стороны, среднесрочно по акциям компании ВКонтакте я тоже закрыл. Зафиксировал прибыль 16%. Это первый, точнее, тоже важный момент. Ну и, соответственно, прогноз по росту акций ВК был здесь от 27 апреля 2023 года. Сжатая пружинка, выход вверх. В принципе, цели достигнуты. Все ранее поставлены. Результаты получены. Тоже, если вы по акциям ВК эту сделку торговали среднесрочно, вы можете постепенько закрывать и, соответственно, фиксировать по ней прибыль. Потому что результативность налицо. Что, как говорится, смогли, то заработали. И вот небольшое примечание. Вы у меня спрашивали, мол, Михаилович, какой у тебя средняя доходность за первые 5 месяцев 2023 года? Господа, это не секрет. 21% годовых. 21% годовых. За 5 месяцев 2023 года. Но сразу подчеркиваю. Эта доходность, она у меня размытая. То есть, сперва у меня были сделки по доллару. Это был физический доллар. То есть, не электроны, а физический. То есть, я его барыгом покупал. И потом же я часть барыгом продал, часть продал, как этим, Сбербанку. Ну, и там еще другим банкам. Которые валюты, в принципе, принимали. По нормальной стоимости именно на тот период времени, когда баксом стоил довольно высоко. Потому что покупать-то покупал там по 55, там по 60. Был еще пониже. Вот. А продавал там уже по 73, там 74 и выше. Это первое. Вторая сделка, это золото. Тоже по ней прибыль была зафиксирована. Я покупал, как вы знаете, слитки золота. Вот. Когда она стоила 3200 рублей за унцию. И там уже по мере ее роста я ее распродавал. Тоже была физическая сделка. Также был ряд электронных сделок. По акциям Российской Федерации, по прочим инструментам. И, соответственно, в совокупности, в совокупности, да, уже учитывая ту денежную массу, то есть прибыль, которая получена, я ее суммировал. И в процентном соотношении 21% годовых за первые 5 месяцев, да даже за первые 6 месяцев, округлим уже скоро июнь будет, я получил. Я вам говорил в конце предыдущего года, 24 года, что я хочу, как минимум, заработать 35-40% годовом эквиваленте. Получится ли у меня, я не знаю, честно. Но по результативности сделок вы это видите, что получается в целом. Ну, а общие итоги будем с вами поговорить, как всегда, 28-29 декабря 2023 года. То есть итоги текущего торгового года. Но я думаю, что все у нас будет хорошо, все будет отлично. И, соответственно, каждый получит по своим заслугам. То есть по профитам. Приводим. Так что, господа, я рад, что на самом деле среднесрочные позиции выстреливают. Я рад, что все у нас с вами хорошо. Но дальше посмотрим. У нас еще перед с вами полгода. А что будет в период этих 6 месяцев, тут уже время покажет. Но я еще раз скажу, что я российский рынок понимаю очень хорошо. Я здесь торгую очень много лет. И менять рынки я не хочу. Потому что российский рынок, он невероятно предсказуемый. Для меня лично. С точки зрения как макроэкономии, с точки зрения как биржевых механизмов. Поэтому вы спрашивали, я ему, Михалыч, может там где-нибудь, не знаю, интерактив брокер, свой брокер счет новый откроешь, типа на Америку выйдешь. А зачем мне Америка? Я Америку поторговал уже в предыдущие годы. Пока хватит. Вот теперь эпоха российского рынка настала. И соответственно, если вы хотите получать нормальные, качественные, прибыльные торговые сигналы, обоснованные макроэкономикой, я еще раз говорю, сразу берете, подписывайтесь на наш телеграм-канал. В описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала. Пункт А. Телеграм-канала про рынок акций. И зарабатывайте вместе с нами. А также обучаетесь понимать рынок. И в том числе, я вам также рекомендую поплатить наш платный телеграм-канал Биржевик Бот. Наш официальный телеграм-робот для входа в этот канал. Там публикуются тоже ряд идей. Я провожу каждый день прямые эфиры своих торгов. Живые эфиры, отвечая на все возможные вопросы. А также там публикуются, в том числе, обучающий контент. И впереди тоже у нас будет очень важная рубрика, необходимая для всех. Поэтому на эти ресурсы вам я рекомендую настоятельно подписаться. Далее пару мыслей по поводу моих открытых позиций по акциям компании Алроса. Это Янекс и Сургут Нефтегаз. Смотрите, по Алросе мысли какие. Я этот свой трейд публиковал 20 апреля. Вот Алроса. К сожалению, пока бумага стоит. Почему? Потому что не осуществился тот фактор ротации капитала, который я ожидаю. Смотрите, у нас выстрелили, в принципе, все секторы экономики. Это банки, это техи и прочие в этом духе. У нас что не выстрелило, это алмазодобывающий сектор. В алмазодобывающий секторе кто бы как ни говорил, кто бы как ни пытался ввести санкции, все равно все будет нормально. Потому что алмазами пользуется весь мир и, соответственно, полностью оградить Российскую Федерацию от поставок алмаза в ряд разных регионов не получится. Ну, это просто де-факто нереально. Ну, ограничить его и дальше что? А дальше Росэн будет автоматически, потому что предложения будут сокращаться и, соответственно, спрос расти. Поэтому, извините меня, конечно, но варить не варить санкции, а алмазы покупать все равно будут. И, соответственно, компания Аллороса это будет только в профите. Поэтому лонг я по ней держу. У меня тут лонг как спекулятивный, так и среднесрочный. Вот. Две позиции у меня здесь есть. Моя цель по Аллоросе прежняя. В принципе, 85-87 рублей на акцию. Затих уровней я поддержу. А дальше будут смотреть по ситуации. В принципе, если дадут заработан где-нибудь 35-40% в этом лонге, ради бога, хорошо, спасибо, не вопрос. С другой стороны, акции компании Яндекса. Ну, как вы знаете, если спекулятивную позицию уже полностью закрылась, осталось только инвестиционное. И скоро по Яндексу тоже я буду позицию свою в прибыль фиксировать. Ну, вот смотрите, это был пост от 11 мая, две недели назад, в 8 часов в 31 минуту по московскому времени. Яндекс, как и ВК, выстрел с треугольника вверх. Я много раз говорю, что технологический сектор Российской Федерации полностью недооценен. Туда деньги перетекут в рамках логики ротации капитала. Что получили? Получаем Яндекс скоро по 2500 рублей. И внимание, господа, вот важный момент. Что вы обязаны понимать? Во-первых, Яндекс, именно продажу пакета акционеров, Яндекс хотят оценить в 2500 рублей на акцию. Соответственно, к этим уровням бумага, может, вполне и придет. Там я буду полностью закрывать. С другой стороны, что касается всего технологического сектора, то мое поле зрения опирается на софтлайн. Вот я опубликовал макроэкономический пост от 26 мая в нашем телеграм-канале Биржевик Акции, где же это 1700 подписчиков. И ссылка на него находится в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала, пункт А телеграм-канала про рынок акций. Рекомендую подписаться. Здесь смысл в чем? Опять же, в ротации капиталов, в перетоке денег из сектора, из эмитента в эмитент. Соответственно, все, что недооценено рынком, господа, по прослойке, оно бы потом переоценится в пользу роста. И плевать, рынок сейчас хотел на фундаментальный анализ. Многие об этом говорят, трезвонят, пищат, что вот там российский рынок фундаментально недооценен, вот там фундаментально тудым-сюдым. Господа, рынок сейчас работает в согласии с биржевым механизмом, потому что центральный банк закрыл глаза на манипуляции. Манипуляции стороны крупных банков. Сейчас крупные банки манипулировать будут ценами еще жестче, чем это было последние полгода. Потому что им важно зафиксировать тотальную прибыль с торговых операций. Это то, о чем я вам говорил еще в конце предыдущего года, что в этом году рынок России будет расти. Это обреченный рост будет. Но он будет расти на манипуляциях банков. Посмотрите мои старые видеоролики предыдущего года на YouTube-канале, например, и вы это увидите. Там видеоролики есть с моими ожиданиями, моими прогнозами на 2023 год, что рынок будет расти. И это надо учитывать. Поэтому, да, когда я продам Яндекс, я вероятно перегружусь на софтлайн. А почему бы и нет? Цель-то выше. И, соответственно, что касается акций Сургутнефтегаз-преф. Вот это был пост от 22 мая на нашем платном телеграм-канале биржевик ВИП инвестиций и трейдинг. Я здесь опубликовал пост, что вхожу в Сургутнефтегаз, готов в него входить лесенка. Средняя 31 рубль 40 копеек. И мои цели по Сургутнефтегазу остались прежние. Это 34-35 рублей на акцию. Внимание! Подписаться на данный телеграм-канал вы можете через описание под каждым видеороликом. Первый пункт. Биржевик-бот. Наш официальный телеграм-работ для входа в платный канал. Кликайте, подписывайтесь и торгуйте. Развивайтесь. Прямые эфиры провожу каждый день. Торгую исключительно для вас. Целью обучения я в первую очередь. Чтобы вы наконец понимали логику механизмов рынка. Потому что основ биржевого торговли в бесплатных обучающих видео недостаточно. Чтобы вы это поняли. И я это вижу прекрасно. Вам нужен живой пример. И я этот живой пример, господа, вам показываю путем своих денежных ставок. Прямых торгов, прямых видеоэфиров каждый день на данном телеграм-канале. Подписывайтесь. Поэтому резюмирую. Цели по Сургутнефтегазпрев у меня выше. Нет, я не усреднял. Да, я держу то, что изначально выделял. То есть сумму вот эту выделил. В Сургутнефтегаз по 31.40 вошел. Все. От уровня ЕМА-200 уже пошел выход цены вверх. Куда цель? Еще раз повторюсь. 34-35 рублей на акцию. Поэтому мои цели выше. Я не суючусь. Я не парюсь. Я не переживаюсь. У меня открыты ланги сейчас. Алроса, Яндекс, Сургутнефтегазпрев. Все. Отлично. Супер. Закрывать скоро буду в прибыль вообще все. Как и вы. Поэтому, господа, главное подождать. Главное чутка повременить. И все будет хорошо. Прибыль все равно с вами зафиксируем. Не волнуйтесь. Что касается криптовалютового рынка. Смотрите. Я еще раз повторюсь. Что крипту скоро буду набирать. В среднесрочный лонг. Это биткоин в первую очередь. Но внимание, господам. Вот сразу подчеркиваю. Внимание. Не от текущих уровней. Не от уровней ЕМА-100. Не от уровней ЕМА-9 или медианной полосы Бонжера. Нет. Почему? А потому что у нас с вами индекс доллара. Опять же еще в преддверии. Повторюсь. В преддверии. Все это эпопеи по вопросам государственного лога еще порастет. У него цель по индексу бакса 105.50. Вот здесь уже у нас будет разворот. Индексы бакса вниз. DXY с целью на ЕМА-299 пунктов. Но к этому времени еще биткоин, извините меня, подает вот сюда. На ЕМА-200. Уровня 25 тысяч долларов за монету. Отсюда все. Цель откроется у нас на уровень 30 тысяч. Поэтому да. Я жду снижения. Снижение примерно на 2000. 200 долларов. К уровню 25 тысяч баксов. И там на ниже стоящих уровнях я крипту буду постепенненько покупать в среднесрочную позицию. Вот. Соответственно, с целью на уровень 30 тысяч долларов. Ну, а что касается общего криптовалютного рынка, то у меня мысли, в принципе, по крипте прежней, которую я опубликовал еще 9 сентября 2022 года. Вот на нашем телеграм-канале Биржевик Акции, где шатана 1700 подписчиков. Ссылка на этот канал имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала, пункта телеграм-канала про рынок акций. Рекомендую к подписке. Вот он пост, господа, чтобы не быть голословным. 9 сентября 2022 года. Вот что я писал. Вкратце скажу, что по мере обвала американского доллара данные активы биткоина и эфириума будут расти в среднесрочной. Среднесрочный биткоин это 40 тысяч долларов за монету, эфириум 2 500, 2 700 за монету. Тем более, что с недельным графиком по биткоину и эфиру конвергенция, тем самым даже своей формацией голова и плечи, а также двойная вершина, они отработали. Вот вам биткоин по 20 тысяч долларов. Сейчас он в моменте потом стоил 30 тысяч, потом находился за 25. Вот вам эфириум по 1700. То есть, повторюсь еще раз, те, кто торговал данный прогноз, который я озвучивал в рамках этого среднесрочного анализа, я думаю, вы все в профитах. Но, еще раз повторюсь, цели по крипте, господа, как и по всему сырьевому рынку выше. Почему? Потому что криптовалюта это комодитис, это сырьевые товары. Это не мои слова. Нет, это американцы так сделали. Они их приравняли в сектор комодов, комодитис. И, соответственно, индекс бакса растет, биткоин падает, индекс бакса падает, биткоин, как и вискарьевый рынок, как и золото в том числе, растет. Поэтому, да, цели по крипте выше. Соответственно, если у вас имеется среднесрочный позиция по ним, держать надо дальше. А я буду торговать крипту, опять же, повторюсь, по мере снижения от уровня 25 тысяч долларов. Буду набирать вот такой вот околосреднесрочный лонг. И, соответственно, уже в процессе роста буду фиксировать по ней позицию. Поэтому все понемножку, все постепенно. Криптой тоже, господа, необходимо торговать. И вы спрашиваете, как я торгую. Ну, я вам так скажу. Я этот брокер уже озвучивал. Сейчас все крипто-брокеры максимально опасные, рискованные. Поэтому, если вы хотите торговать через тот шамбер Bybit или Binance, будьте аккуратны. Потому что кинуть могут любой момент. Если вы не готовы делать какую-то небольшую долю капитала, так и нефиг лезть. Если вы готовы порисковать, то милости прошу криптовалютному шалашу. Далее, индекс ММВБ, фьючерс на ММВБ. Господа, я еще раз вас хочу вразумить. Вот потому что вы все равно пишете мне одну и ту же пургу. Мол, Михалыч, как считаешь, шорты это нормальная тема для ММВБ? Михалыч, я в шортах. Михалыч, я жду краха рынка. Михалыч. Ай, блядь! Ну ты олень, Михалыч, блядь. Среднесрочный лонгит держит. Ну, баран. Серьезно? То есть вы так считаете? Те, кто мне эту херню пишет откровенную. А я еще раз, господа, вам напоминаю, почему я эту парашу не шорчу. А потому что шортовый коэффициент невероятно высокий. Я вам больше скажу. Сейчас, согласно официальным данным Московской биржи, количество шортов на самой Московской бирже, в акциях голубых фишек, на индексе ММВБ, все это растет. И чем больше коэффициент шортов, тем сильнее мы будем экспрессивнее выходить вверх. Извините меня, конечно, но сейчас только баран это будет шортить. Либо алигофрен, либо дебил. Извините меня за такие подробности, но я говорю им как есть. Если вы шарите рынок сейчас, обращайтесь в срочный психдиспансер. Вас надо лечить. Капитально лечить. Щипцами лечить. Иголочками там, китайский массаж делать. Массаж мозга. На транквилизаторы подсадить. Но чтобы вы, блядь, не шартили рынок. Нахера его шартить, я не понимаю. Зачем вам это все? Я не понимаю. Я правда не понимаю вас. И мне больно смотреть на это. Почему? Потому что вы, опять же, торгуете исключительно против того, что я говорю публично. Против остов биржевой торговой, против моих обучающих видеороликов, против обучающих видеороликов в рамках платного телеграм-канала. Зачем вы так рискуете? Я не понимаю вас. Ну вот мы с вами зарабатываем на среднесрочных лонгах. Ну показали коррекцию вот здесь. Ну и хер бы с ней. Ну не закрытый гэп, ну не закрытый хер бы с ними. Шартить зачем? Даже это движение я не шартил. Почему? Потому что в этом нет резона. Вот когда добьются шартиться, когда вот на уровне где-нибудь 2,700, там 3,000 пунктов, по-моему, все поверят в рост рынка, вот оно, сука, обвалится. И внимание, извините меня, вот прогноз в нашем телеграм-канале Биржевик Акция от 2 января, 2 января 23 года, время 22 часа, 0 минут. Мы идем по факту границам 2022 года по индексу ММВБ, то есть уровень 3,000 пунктов, 3,200 пунктов. Зачем шартить? Мы к этим граням идем сейчас. Я не понимаю вас. Я не понимаю вашу логику. Да, блядь, мне больно смотреть на это. Потому что моя задача вас научить мыслить нормально, здраво, трезво. И я сейчас не наигрываю здесь, правда. У меня реально бомбит. Это просто какой-то идиотизм. Это неуважение ко мне по факту. Не шартите рынок. Не надо. Толпа поверит, когда в то, что он будет расти. Я вам скажу, что толпа поверила в это. Тогда хоть зашартите рынок, ради бога. Но пока его не надо шартить, рынок не дорос еще. Вот пока я что буду делать? Лично я. Держать лонги по Сургутнефтегаз, Прев, Яндекс, Аллоса, все. Все это будет расти, я это буду продавать, фиксировать прибыль. Понимаете? А я чего хочу? Чтобы мы с вами заработали в этом году много денег, господа. 30 с плюсом процента годовых. Моя цель, чтобы и я заработал, и вы заработали. И попробую, чтобы у вас мозги включались в рынке. Я просто так же вам публикую основу биржевой торговли. Нет, не просто так, эти видеоролики, бесплатные обучающие. Да, я по факту меценат в этом вопросе, да. Я верю в лучшее, да. Стараюсь попутно обучать, да. И вот вам прогноз 22-го года. ММВБ будет расти, и ММВБ растет. Не надо шартить, господа, то говно, которое всплывает. Поверьте мне, говно не тонет. Проверял лично. Не тонет, сука. Особенно на шартах. Поэтому, господа, еще раз, мы пробиваем сейчас верхнюю грань локального боковика, диапазон 26-15, 26-50. Идем куда? На 2,700. Идем границам 2022-го года. Вот сюда мы идем с вами, господа и дамы. Вот сюда мы идем к 3,000 пунктам. А что будет там, уже одному господу богу только известно, что будет там. Дальше мы смотрим по ситуации. Потому что даже на недельном графике, еще раз повторюсь, у нас цели все равно выше остались. Вот о чем речь. Понимаете? И вот, когда мы будем к этим уровням подходить, я уже буду вам говорить, что все, господа и дамы, я красавчик, вы красавчики, закрываем позиции. Все. Все позиции кроем. До последней позиции будем крыть, нахуй. Капитально будем крыть позиции. В плюс жирный, шикарный плюс с 30% годовых. Может даже побольше. Я хочу больше. Я хочу 40, если честно. Хочу обогнать там ряды невест домов и банков, чтобы они все прекрасно понимали, что, блин, надо жестче работать, надо сексуально работать, надо конкретно эротично на рынке работать. Как, не знаю, как Айвазовский девятый вал рисовал. Как он рисовал его? Под кайфом. Надо с кайфом работать на рынке, а не через пень колода как-то. Поэтому я говорю, что цели выше. И не шортите. На будущей неделе жду рост к уровню на недельном графике ЕМА-200. 2 тысячи 730 пунктов. Вот сюда придем, дальше будем бегать с бубном по рынку. Локально пробивать ЕМА-200. Выходить там, может, на 2 800. В общем, цель базовая 2 730. Я думаю, все это прекрасно понимают, все это прекрасно учат. Да, рынк тотально перегревается. Но мои среднесрочные боссы приносят прибыль. И ваши среднесрочные боссы тоже лонгой приносят прибыль. Поэтому постепенненько, понемножку, чуть их потом впоследствии будем закрывать. Это понятно, это очевидно. Далее индекс РТС. Идем к границе уровня ЕМА-200. Диапазоны 1060 пунктов. Внимание, господа. Я еще раз вам скажу свою мысль. Скоро будем пробивать. Скоро будем пробивать. Но, опять же, принимать торговые решения здесь я не собираюсь. Тут нет лок-сигнала. Тут нет шорт-сигнала. Не надо бегать с бубном по рынку. Видите сигнал? Вот по тем видеороликам, которые я вам раньше публиковал по основам биржевой торговли. Влангуете. Не видите сигнал? Не лангуете. Не надо принимать участие в этом движении. Нет сигнала. Стратегического сигнала, господа и дамы, дорогие мои, нету. Сразу это подчеркиваю. Цель ЕМА-200. 1060 пунктов. Вот к ней идем. А дальше, а дальше посмотрим, что будет. Об этом уровне ЕМА-200 я вам говорю последние 4 дня. Постепенно его отработаем. Далее, господа, пара рубль-доллар плюс фьючерс на пару рубль-доллар. Смотрите. Сейчас доллар-рубль, евро-рубль, да и пожалуй юань-рубль. Они в принципе торгуют все при формации треугольников. Смотрите, в чем прикол. Я ожидаю по всему валютному рынку вот такого локального выхода вверх с дальнейшим падением. Это по доллару вот такая шляпа у нас будет. Ну, цель это работать тупо вот этого диапазона шипа. По евро вот так вот и нападение и по юаню вот так вот и нападение вот сюда. Поэтому повторюсь, вот те, кто вас зазывает покупать валюту сейчас, вы должны, господа, понимать. Валюту покупать поздно. Мы с вами валюту покупали давным-давно еще. Вот в этом диапазоне евро и здесь еще юань. Все, господа, что смогли, то отработали. Хватит. Прибыль с вами зафиксировали, закрыли, молодцы, все вышли. Поэтому большой девальвации рубля больше не будет. Почему? Потому что у нас все, рубль и так без того обвалился на 60% за последний год, да, почти за год, ну, год будет через месяц, если откровенно говорить, то есть 27 июня. 60% поэтому в принципе, в принципе, движение все завершено. Теперь валюта будет выходить в твердый, стойкий, четкий боковик. Все. А нам этот боковик просто необходим с точки зрения макроэкономики. Почему? Потому что бизнес смотрит тоже на валюту. И чтобы, сука, развивать экономику, нам нужен, блядь, нормальный, четкий, боковой, валютный диапазон. В долларе это 70-80, нормальный, по евро, это диапазон 79-89, по юаню это диапазон примерно 10-12 рублей. Достаточно, чтобы бизнес был уверен в завтрашнем дне. Потому что у нас дохрена компания экспортеров, импортеров, и они все зависимы от валютных курсов. И в придачу, в придачу бонусом была бы мягкая денежно-кредитная политика. Но будет ли мягкое ДКП? Ну, блин, конечно же, нет. Так, дальше, господа. S&P 500, смотрите, по СИП картина следующая. Индекс баксы локально будут у нас пока еще подрастать. S&P будет пока вот под таком боковом диапазоне торговаться. Но, внимание, сразу подчеркиваю, когда бакс поет вниз, на американском рынке возобновится риск он. То есть, спрос на риск он S&P поет выше. То есть, вся эта эпопея в стиле, не знаю, обвал рынка, там еще чего-то, не надо. Я вот сейчас паспорт смотрю, вот смотрю, дату рождения. Что написано? Не дата рождения написано. а словами не вчера родился. Не вчера родился. Этого достаточно. Когда он мне в банках предъявляет, что я им показываю? Паспорт. Что написано? Не вчера родился. В магазине паспорт не вчера родился. В аэропорту паспорт не вчера родился. На техобслуживании паспорт не вчера родился. Все. Не надо меня надувать. Я знаю, как работает биржевым механизмом, макроэкономический механизм. Я знаю, как это все работает изнутри. Я сам в этой котлете варился. Понимаете? Сам этими активами управлял, когда в банках работал, в банковской отрасли. Это все прекрасно понимаю. И, соответственно, я еще раз говорю, индекс баксом будет падать, валюта будет расти. Утфу, извиняюсь, индекс баксом будет падать, S&P будет расти. Все. Так что не надо шортить тоже, потому что коэффициент шортов тоже гигантский. Я просто тоже выслеживаю коэффициент шортов по Америке через Блумберг и там что они там публикуют вообще? Господи, три раза перекрестился. Спаси, сохрани меня грешного дурака. Там ужас происходит. Будьте аккуратны, господа, будьте настойчиво аккуратны. Далее нефмарки бренд никакие действия тут я не предпринимаю. Почему? Потому что нет никакого сигнала на лонг. Да, сейчас на Ближнем Востоке между Ираном и Афганистаном вспыхнул конфликт. Вот то, что вы мне поутру писали. Но еще раз повторюсь, этот конфликт дальше границ Ирана не пойдет. Вы это понимаете, почему? Потому что у Афганистана то, что осталось на их территории, там это вооружение, оно очень скоро кончится. Поэтому конфликта дальше я не ожидаю. Соответственно, влияние на динамику цен на нефть тоже не ожидаю. в стиле там такого тотального роста. Нет. Но в чем прикол? Здесь лонгового сигнала в принципе нет. Среднесрочно только расти будем. Но опять же, не за счет там Ближнего Востока нет, а за счет падения индекса доллара и рост цен на ряд прочих сырьевых товаров. К примеру говоря, на недельном графике что он сформируется здесь по как его по нефти, вот треугольник. В нем торгуем и потом мы будем выходить вверх. И соответственно, цели здесь тоже среднесрочно находятся выше. В общем, господа, я так скажу вам, что пока сигналов локальных тут нету на торге, поэтому я им не торгую. Пока достаточно мне тупо рынка акций и соответственно, даже там я занимаюсь спекуляцией только на рынке акций. Пока вот такая картина бытия, скажем так. Далее природный газ, картина следующая. Идем на четкое закрытие гэпа вот данного 2.31. Жду снижения завтра и после завтра на медианной плате бонжера 2.31. Цели ниже. Я не сучусь, я не тороплюсь. Торговых решений тут не предпринимаю. Зачем? Нет сигнала, нет идеи. Нет идеи, нет лонга. Все. Все просто, все очевидно, все понятно, все вероятно. Далее рынок драг металлов, золот, серво, планета полна. Смотрите, во-первых, во-первых, на предыдущих обзорах рынка, то есть в анализах рынка, я сообщал, что цели, локальные цели по рынку металлов вышли на Яма-9, то есть по золоту это 1960-70, по серебру это уровень, Яма-9 23.50, по платине это Яма-9 1040, по палладе это уровень тоже Яма-9 1040-50. Локальных отработали, отработали. Кто заработал в рамках этого прогноза, локального в рамках одного-двух дней, молодцы, но в чем прикол, на будущий день ожидают продолжение снижения этих металлов, почему? Потому что индекс бакса еще не вырос до 104.50, ну даже до максимума до 105 пунктов, поэтому я жду снижения металлов вниз, золото по 1880 в идеале, серебро опять на Яма-200 22.70, платина на Яма-200 1000, палладе на линейной поддержки 1350. Не тороплюсь, не суючусь, не переживаюсь, в лонг не вхожу. Рано, очень рано. Поэтому риски сами учитывайте. Индекс бакс еще порастет, соответственно, рынок металлов попадает. Но если вы держите среднесрочный по серебру или по золоту, ну например, серебро-рубль, либо сейчас, либо вот серебро-рубль, либо золото-рубль, держать надо дальше. Цели все тотально выше. Не шевелиться, не суетиться, лучше лишний раз на пенек сесть, в носу поковырять. Но у вас хотя бы прибыль будет тем самым расти. Поэтому я держу инвест по серебру. Серебро будет у нас пышать по 70 долларов за унцию. Серебро у нас рубль будет по 120-140 рублей за грамм. Дальше хрурень додержу, там буду продавать. Твердо, стойко, четко, не переобуваясь. Далее, золото-рубль и серебро-рубль. Еще раз, по золото-рубль локально шипы остались 4870. Жду их отработку. По недельному графику пробиваем Ямать 9, выходим на 4800 на медиану полосу Бонжера. Хрен с ним, локально коррекция не более чем. После такого молниеносного рост, конечно, будут падения с дальнейшим выходом выше. Поэтому, если у вас позиции еще остались, то ради бога держите их дальше. Шевелиться не надо. По серебру та же самая серебро, уже серебро, он более такой волатильный актив. Он эти уровни отработал, в принципе. Просто жду про торговочку. Вот здесь с локальненьким снижением. Где-нибудь на уровне может быть 63-64 рубля за грамм. Буду ее покупать снова в лонг. От Яма 200. Вот на линии тут проходит красненькая. На Яма 364. С выходом выше. Потому что там будет цель уже 100. Все. 100 рублей за грамм. Так что, господа, у кого имеется невеста поза по золоту, по серебру. Держим дальше. Спекулятивно не лезем никуда. Не вижу в этом резона. Не торопитесь. Далее. Переходим с вами на обзор российского рынка акций. И давайте рассмотрим все эти бумаги исключительно по секторам. Подчеркиваю. Внимание. Первое. Начнем с Газпрома. Начнем с того, что в рамках нашего бесплатного и платного телеграм-канала я опубликовал мысли по Газпрому. И, соответственно, это был 26 мая 2023 года в 13.20. Смотрите. Цели по бумаге Газпрома находятся выше. Вот теханализ. Первая цель у нее будет 172, вторая цель 175. Соответственно, если вы уже в ланге сидите, то сидите дальше. Шевелиться не стоит, париться не стоит. Принцип на цели локальной выше есть. Поэтому, по большому счету, бумага в перепродности, бумага будет медленно, но верно расти. Особенно в рамках будущей недели, потому что весь рынок будет тоже расти. Но МВВ там цели 2.730, 2.800 пунктов. Соответственно, нас будут подтягивать. Поэтому, по Газпрому цели выше. Вот пост, подписываемся, развиваемся, торгуем на нашем телеграм-канале. Вот, и Газпром постепенненько растет. Подчеркиваю еще раз. Вот ее первая цель. Вот 172, дефис 175. Постепенненько к этим целям будем мы аккуратненько подходить. Сургодневки, Газпреф, я вам уже сказал, что есть цель 3.435. Вот сюда нас будут тянуть на будущей неделе. Там я буду где-то свой лонг закрывать. Пример, там 8, 10% прибыли. Ну, мне будет достаточно. Так что, так что нормально. Не ссуечусь, не парюсь, не переживаю. Все будет нормально на мой личный взгляд. По Газпромнефти. Про торговочку жду на уровне медианы полосы Боллинжер. В принципе, с точки зрения перетока капитала до сектора в сектор. Сейчас бабки перетекают в тех из нефтегаза. Почему? Потому что нефтегаз уже вырос. Кроме того, что, например, Газпром и Сургут нефтегаза. Поэтому большого движения Газпромнефти я не жду. Ожидаю просто про торговку вот на этом боковом уровне в диапазоне 503, дефис 520. Все. Твердо и четко. Все. Далее Лукойл. По Лукойлу вообще коншлаг перед дивидендами. бумага перегрета перед дивами и она очень гапанет вниз. Этот гап я буду отрабатывать. Сразу подчеркиваю. Внимание! Что бы я хотел, чтобы вы, как говорится, понимали. Покупать ее здесь не стоит. Но ее будет вверх на будущее или к уровню 5383, 5450 рублей. Готовьтесь. Поэтому цель тут локальный повыше. с точки зрения Татнефти то же самое. Будут подтягивать вверх следует за Лукойлом к уровню 439-442 рубля за акцию. Готовьтесь. Новотек. Уходим в фазу треугольника. Проторгуемся здесь. Но нижний грамень будет сужаться. Верхняя пока оставаться неподвижна. Поэтому из треугольника ожидаю выхода именно вверх. Но опять же повторюсь, треугольник, я полагаю, будет распределяться в пользу рост только через неделю. Потому что перед тем, как эта бумага себя в себя, точнее, импульс накопит А, Б, С, Д, Е. В период, когда свой импульс накопит, она будет выставить потом вверх. То есть нужно, чтобы канальчик более капитально сжался, более стойко сжался, более глобально сжался. А для этого нужна хотя бы неделя торгов. Понимаете? Неделя! Учитывайте это. Поэтому жду просто боковичка в виде перехода в фазу формата треугольника. Далее по нефтегазу у нас стал еще рост нефти, поэтому в принципе я что-то ожидаю роста, как в Татнефть, так и в Луколе. Цель на 440. Пока в принципе по нефтегазовым компаниям думаю всем все понятно. На Газпром ставочку делайте, Газпром будет повыше. На Сургуте ставочку делайте, Прев тоже будет бумажка повыше. Далее акции банковского сектора это Сбербанк, ВТБ, Банк Санкт-Петербург, МКБ и соответственно Тинькофф Банк. В чем суть? В том, что Сбером я сейчас не торгую, мне он в принципе не интересен, но Сбер на будущей неделе будет потягивать вверх к линейному уровню магниту 255 рублей. Кто в позе пока может держать дальше эту позицию. Банк Петербург тут мы с вами гэп полностью отработали, в принципе нормально. Ждем выше, потому что у нас имеется локальная формация треугольника здесь в банке Санкт-Петербург, из которого из-под Ямай 9 и медиан полосы будем ходить именно вверх на отработку уровня 182 примерно. Ну на 20 рублей выше придется порасти, потому что перепробности как таковой нету, перегреты все, поэтому импульс у нас для дальнейшего роста в принципе остался, поэтому тут цель у нас находится повыше. Далее Сибом в принципе вот эта бумажка она прям ну не какашка поверьте мне, это хорошая ликвидная помойка, но эта помойка умеет приносить деньги. В чем прикол? В том, что меня напрягает в этой помойке следующая, в этой высоколиквидной помойке отработан шип. Я еще раньше говорил, что у меня будет отработка шипа, еще вот здесь об этом говорил в апреле, и шип по себе отрабатываем вниз. Вот если все-таки перейдем к уровню 5.93 либо 5.78, я набираю ланги, тотальные ланги с выходом уже на средний срок 7 рублей за акцию. То есть там примерно 20 плюсом процентов прибыли можно будет заработать. Поэтому в принципе я пока действую никаких не предпринимаю, просто наблюдаю внимательно за этой бумагой. Она будет ниже, я жду ее ниже, потому что она скользит по шипу. А как вы знаете из основ биржевой торговли, сейчас все шипы, все гэпы, вся эта билиберда отрабатывается на будь здоров и не кашли как. Вы понимаете это. Поэтому да, МКБ я жду ниже, МКБ я готов ланговать тоже ниже. Что касается Тиньковича, Тинькович у нас картина какая? Хреновая, перегретость, но вышло с треугольника именно вверх, что в принципе очевидно. Если вот так вот сложить его полностью. Я Тиньком, повторюсь, тоже не торгую, как-то у меня из-за виду пропал, но и хрен с ним. По Тинькову мысли прежние, как и весь банковский сектор, кроме МКБ, подчеркиваю, его будет на будущей неделе вверх. Кормят 3300 рублей на акцию. Далее, акции компании Металлургов, Северсталем, МКН, ЛМК, Иен Плюс. Сейчас тоже я в тайм-кодах напишу их, чтобы вы потом это все увидите, чтобы вам было удобно проходить по этим абзацам, видеорайонам, так назовем. Вот смотрите, в чем прикол. Я читаю форумы, я читаю прогнозы инвестбанков, то я вообще все читаю. Знаете, я вездесущий. Я абсолютно вездесущий человек, я везде. Даже если вы считаете, что меня нету, то всегда помните, что я стою сзади вас. Сзади вас. Я дышу вам в спину, дышу вам в затылок. И нежно, нежно шепчу вам на ушко, не шорти, дурачок. Почему? Потому что сейчас шортов. в Северстале, ММК, НЛМК, Н+, катастрофически высокий коэффициент. Это жесть. И знаете, я бы, конечно, мог бы с лицемерия как-то сказать, типа, ну да, да, мне вас жалко, ну, это рынок. Но я вам скажу, как есть. блядь, не шортите это говно. Не шортите российский рынок, не шортите рынок акций Северсталли, МК, 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 МПлюс. Зачем? У вас еще денег много, в конце концов. Ну, если денег много, то со мной поделитесь хотя бы. задонатьте, что ли, я не знаю, то ни хуя донатов нету, блядь. Работаю ради кого? Ради себя, что ли? Да, блядь, я могу тут сейчас нахуй все забить, блядь, и пойду там, не знаю, на Кубу поеду, блядь, отдыхать. Или куда-нибудь там, не знаю, в океане потеряюсь, как Робинзон буду жить потом. Ну, господа, ну что за неуважение такое? Я не понимаю вас. Вы шортите рынок, вы что, с ума сошли, что ли, блядь? Денег реально много. Я в шоке просто, господа, я в шоке. Это меня напрягает, что я в шоке. В чем прикол? Давайте так скажу. Бумага будет расти. Куда? Яма 200, 1072 рубля на акцию. Это недельный график, дневной график. Она только-только вышла из перегретости, ой, из перепродности, извиняюсь, от Яма 200. Куда будет выйти? Правильно, на верху грани боковика, вот сюда, 1072. Я еще раз говорю, не шортите. Зачем вам шорт? Я не понимаю. Может, я тупой уже, может, у меня мозги испеклись, в конце концов. Я не понимаю. Ладно, хорошо. Это, ММК, 42 рубля цель. 41,8, 42. Верхний край боковика. Туда идем. НЛМК. Идем, а мы уже, ни хрена, тем мы уже наверху. Вот какой поворот, а. О, господи, боже мой. Ужас. 142 рубля цель на будущей неделе. Господи, на шортах все растет. Н плюс. О, на Н плюс. Вот так пойдем вверх. Через, через сбивание стопов на 428. Цель куда? 500. Кстати говоря, я Н плюс, пожалуй, в поле зрения забираю. Потому что, блин, конечно, меня вы извините, ради бога, но бумага слишком вкусна, для того, чтобы ее не лонгануть. Впоследствии. Да, это аморально, да, это паршиво, но это рынок. На шортах все и растет. А я предупреждал, я еще раз предупрежу, не шортите. Помните мем? Где-то там, не знаю, в Калининграде он висел, на билборде. Пацан, маленький, там, 8 лет, 8 лет, 9 лет в обед будет. Написано, папа, не шорти. Че же батя шортит, че-то там. Бумаги пропивает, продувает, семейные деньги. Не надо быть таким, господа, не надо быть таким. Ни в коем случае. Далее, господа, электросетевой сектор. О чем я хочу с вами поговорить? о следующем. Как тут принимать лонговые сигналы, лонговые сделки? Никак. Вот вы меня спрашиваете, мол, Михалыч, есть ли какие-либо идеи по данной бумаге? Интерау. Нет, нету. По электросетям тоже нету. Почему? Потому что эффект ротации капиталов уже завершается здесь. Понимаете? Бумаги выросли. Интерау, Россети, МРСК, Юнипро, ОГК-2, ТГК-1, Русгидер. Все эти голубые фишки выросли. Поэтому, господа, по Интерау, да, конечная цель примерно получается в районе 4.44. Дальше падение. Например, РСТА. Сейчас. Ну, ФСК, Россети теперь называется, если быть точным. Россети. Та же самая штаба. Цель 0.11.200. Все. Тут уже импульс. Заканчивается импульс Россо. Кончается, господа. Например, Россети, Центр и Приволжье. Цель сюда. 0.22.023. Но есть еще даже на отработку шипов нас потом поведут. Вот сюда. На 0.24. М. Сейчас. МРКС. Россети, Центр. Тоже же импульс завершается. Юнипро, например, посмотреть. ТГК, ТГК, ТОТАЛЬНЫЙ ДИВЕР. ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА. У нее цель поденет ЕМА 200 0.0. Сейчас, погоди. 0.0.0. 85. Я же боюсь про Росгидро посмотреть. Что там на Росгидро? Я боюсь на Enter нажимать, честно скажу. Я просто не, ну это ладно, ну это еще не страшно, кстати, это еще нормально. Цель отработки шипа 0.90. Вот сюда. И вот сюда потянут. Это еще не страшно. Это еще даже могу я и сам тоже потом прелонговать ее. Ну, короче, к чему я все клоню? К тому, что весь электросетевой сектор, он уже все, он перегрет. Потому что деньги уже оттуда перетекают в техов. А из техов деньги перетекут в то говно, которое не выросло. Такое говно, как Алроса. Понимаете? Вот о чем речь. Потом уже на финальном этапе роста рынка, когда ему в этом будет по 3 тысячи пунктов, ну плюс-минус 2,800, 2,900, 3,000. Рынок поет пампить то, что не выросло еще. Господа, не надо, подчеркиваю, не надо покупать то, что уже выросло. Не надо покупать, что не выросло. А не выросло еще раз что у нас? Это Алроса, Газпром, что там еще у нас? Сургут, нефтегаз и прочее в этом духе. Все, что мы с вами смогли, мы с вами отработали. Все. Год, я считаю, полугодие просто, ну просто вот сексуальное. Я не могу по-другому сказать. Просто шикарное полугодие. Я прям доволен торгами в этом полугодии. Ну прям вот реально кайфую. У меня даже в том году такого не было. Вообще не было. А сейчас прям кайф. Поэтому, господа, не надо коллаборироваться с теми активами, которые уже перегреты, которые выросли. Пощадите себя, свои нервы и свои деньги. И тем самым уважайте меня. Уважайте власть Михайловича. Далее технологический сектор акций России. Вот компания Киви, в которой я уже просто забыл про нее. И вы о ней напомнили мне буквально недавно. Ну смотрите, Киви, я честно скажу, я забыл про нее. Вообще, я уже все просто вообще. А она с того времени выросла в два раза. Охренеть. Даже два с половиной. Вот это попса. Это мощно. Но хрен с ней. Заработать на других идеях неплохо. Вот. По Киви скажу так, что дневной график, недельный график, о-о-о-о, недельный график, Яма-200. Бумага падать будет. Она все на большом своем линейном сопротивлении находится. На бывшей нижней границе боковика. Не, господа. Лонг просто противопоказан. Переходим дальше. На Яндекс. У-н-д-экс. Че? Д-экс. Яндекс. А по Яндекс картинка какая? У нас формируется формация Клин. Мы в этом Клине будем торговаться. Еще раз повторюсь, что, как я понимаю, готовы у акционеров Яндекс выкупить по 2 500 рублей за бумажку. Ну, там, если капитализацию переводить на стоимость акции. Поэтому я живу про торговку Яндекса в формации Клин. Вот так. Сейчас, секундочку. Вот. Раз, два, три, четыре. Пятая волна будет где-то в районе 2 4 50. Там я буду продавать. Все. Твердо, четко фиксирует тупо прибыль. Там в районе 20% по позиции. Поэтому, в принципе, нормально, шикарно. Я доволен. Вопросов нет. Озон. По Озону будем еще расти. У нас локальная цель это 1900. Это во-первых. Во-вторых, по ВК. ВКК. Сейчас. ВКК. Ну, по ВК тоже локально порастем на будущей неделе к уровню 572 580. Но, опять же, повторюсь, я уже с позиции вышел. Я эту бумагу полностью раздал. В принципе, все ок. Я рад той прибыли, которую получил. Пациан. Пациан. Пациан тоже локально порастем к уровню 570-580 рублей. в принципе, эквивалент ВК. по капитализации имею в виду. А, Headhunter. Картина следующая. О, тут вообще отработка шипа будет в районе 2100 рублей. Но, в принципе, видите, из треугольника все это вышло, да? Ну, ох ты, ни хрена, на 50% уже. Вот это дает. А, подожди, недельный график. То же самое. Все, бумага перегрета. Уже, господа, внимание, уже первый шелон технологических акций России, типа, ВК, Озон, Яндекс, Киви, ЦАН, уже все это выросло. Headhunter. Уже скоро начнется переток денег из технологического сектора в те бумаги, которые еще не выросли. Подчеркиваю это. В те бумаги, которые еще не выросли. Алроса и Сургут Нефтегаз. Уже на очереди. В общем, картина хорошая. Далее, компания Позитив, группа Позитив. Ну, она в боковике, в принципе, что у нас тут? Плита, треугольник. Но пока у меня нет мысли. Пока, господа, врать не буду, мысли нет. SFTL. Вот, софтлайн уже SFTL. SFTL. У нас цель вот сюда. 140. 150. Так что все ок. Все нормально, все отлично, все шикарно. Так что, в принципе, растем. Потом софтлайн тоже буду я переходить, когда я Янекс продам. И в процессе уже все. Это мы с вами проторгуем. Так, далее, компания M-Video. Здесь картина следующая. Ну, во-первых, идем вниз на 182. Идем к границам апреля 23-го года. Все. Наша цель пониже. Далее, сейчас, совкомфлот. Флот. Тут перегрев. Ну, во-первых, идем на линейку 70 рублей. Там уже будет тотальная раздача позиции. То есть, его так загонят и потом упадет. Так что, нет, тут ловить в принципе нечего пока. Вообще, не вижу идеи, не вижу смысла. По фарм-синтезу тут картина у нас следующая. Идем вниз, идем к уровню ЕМА 100 и ЕМА 200. О, слушай, а вообще прикольно получается, да? ЕМА 100 и ЕМА 200. А 4-х часовых граф по фарме-то он уже интереснее будет. Подожди. Да, вообще. А не вижу, что делать. Смотри. Они, короче, шип, ой, не шип, они сейчас вымпел делают, да, во. А из вымпела уже вниз, с лету вниз, с ноги об стол. Все. Короче, ждем ЕМА 200, 6.30. Дальше только тупо тотальный лонг, потому что черт тебя подыри, Иван Иванович, но здесь просто бумага будет потом выпердываться вверх. Это просто неизбежный ее финальный процесс. Почему? Двойное дно. Двойное дно, то есть, оно будет вниз вот так вот выбиваться. АБЦ формации будет. С выходом вверх уже на 8.75, а на 9.67. Поэтому, в принципе, нормально. Я фармсит потом тоже буду покупать, но не сейчас, еще рано. Далее акции компании Мечел, МТЛ, наш ЧПР. Ну, слушай, я врать не буду, я не знаю, что из Мечел, Распадская, Треугольники. Вот по Распадске треугольник. Видишь, да? Помечел тоже треугольник. МТЛР. Тоже треугольник. Пока нет идей. Пока проторгов в треугольнике. Куда из треугольника хрен его знает. Пока не знаю. Когда идеи будут, я их обязательно сообщу. Далее компания Фосагру. По ней выходим вверх на 8 тысяч. Короче, по Фосагру проблем никаких нет, как и по Акрону. Удобрения поставляются, деньги компании имеют, на дивиденды раскошеливаются. Поэтому рынки сбыта все забалансированы. На развивающихся рынках имеется в виду. В общем и целом, здесь, конечно же, цели повыше. То же самое, что и по Акрону. По Акрону то же самое. Цель вот сюда. 20, ну короче, отработка шипа 22, там 23 тысячи рублей. Тут, в принципе, у меня мысли, они прежние остались по этим бумагам. Далее давайте рассмотрим последние бумаги. Это ГМК Нурникель и русло. Вот ГМК Нурникель, черт тебя подыри, Иван Иванович, за профит. О, боковик. Охрененный боковик. Это лучший инструмент стоматолога, поверьте. Вот сюда. Идем сюда на 14 тысяч. Дальше вверх на 16 тысяч. Внизу готов покупать. Это по ГМК. Ну и по Русалу в конце концов, да, а, идем вниз, хотя говоря, по Русалу тоже в Лангово по себе набрисовывается. Идем вниз. На отработку шипа вот сюда. На 37 рублей 36.85 это в Дефис 37. Все. Дальше, господа, вот так вот и вот так вот. Все. Черт. Здесь тотальная идея вырисовывается. Я вам отвечаю. Это вот эту бумагу я держу в поле зрения. Твердо и четко. В принципе, подводя итог данного видеоролика, идей на рынке хоть по-пыжу и называется. Потому что многие ноют, говорят, что вот идей нет, вот там, раньше рынок был другой, а теперь он иной. Да все есть. Искать просто надо. Поэтому, еще раз, среднесрочные сделки приносят чего нам? Убытки, что ли? А хрен там было. Профиты. Деньги, господа и дамы, дорогие мои, льются к нам в карманной рекой. Радуемся. Не смешно? Надо улыбаться больше. Чтоб смешнее было. Радуемся. Капиталь надо радоваться. Кайфовать от прибыли. И я радуюсь. По крайней мере, стараюсь кайфовать. Хреново получается, но стараюсь. Как говорится, надо немножко перестраивать свое личное мышление, иначе я тогда вообще в депрессию впаду в конце концов. А из нее там уже не выйду ни хрена. В общем и целом так. Сургут-Прев держу, Яндекс держу, Алросу держу. Все. Локальные идеи, какие будут, такие будут публиковать. Там дальше как рынок даст. Но, господа, что вам скажу, жду роста рынка на будущей неделе. Но чтобы вы всегда были в курсе событий, я вам рекомендую подписаться на все наши медиа-ресурсы в описании под каждым видеороликом. Первый пункт Телеграм-каналы. Пункт А. Телеграм-каналы про рынок акций. Б. Телеграм-каналы про сырьевой рынок. В. Облигации. Г. Банковский сектор рынок недвижимости. У нас имеется также ВК-группа, Яндекс.Н и Рутюб-канал. Но и самое тоже примечательное, я вам рекомендую подписаться на наш Телеграм-канал приватный. Вот он находится, Биржевик-бот, наш официальный Телеграм-робот для входа в платный канал. Там, повторюсь еще раз, я каждый день провожу прямые эфиры с DC до 12, как правило, торгую, публикую идеи, мысли, мнения, макроэкономика и прочего тундухи. И стараюсь такие эфиры проводить в первую очередь в качестве обучающего формата. Почему? Потому что у вас есть потребность какая? Понять, как работает рынок, биржевые механизмы. Многие тут не понимают. И в этих прямых эфирах я стараюсь эти вещи озвучивать. Логику своих сделок, логику банков, логику маркетмейкеров и прочего в этом духе. И самое важное, помните, что мы все обречены на прибыль, господа, лишь время и грамотная стратегия наши главные союзники. На этом все. Увидимся завтра в анализе рынка. Все вам доброго и до свидания.